На торжественной церемонии участвования выпускников 2022 года, зарешивших обучение по программам среднего общего образования и получивших медаль за особые успехи в обучении, выпускников, получивших аттестат с отличием, и выпускников, показавших высокие результаты по отдельным предметам. Атмосфера в зале царила праздничная. Лица выпускников светились от счастья и гордости. Первая ступень жизни пройдена на отлично. В этом году у нас шесть медалистов, девять аттестатов с отличием и пять учеников, которые, благодаря своему усердию, трудолюбию и любви к знаниям, смогли достичь наивысшего результата на одном из важнейших испытаний в своей жизни на едином государственном экзамене. В церемонии награждения принимали участие глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления образования Сиат Берзекова, специалисты управления директора школ. Выпускников поздравил глава района Заурха Мирзов. Я очень рад сегодня видеть наших выпускников в этом зале. Хотел бы сначала поздравить всех с окончанием школы. И у вас начинается период вступления во взрослую жизнь. Очень скоро, буквально в течение нескольких дней, вы наверняка все узнаете результаты, по которым вы будете приняты высшее учебное заведение. Я уверен, что вы все уже подали документы в ВУЗ. Многие из вас, наверное, даже не в один ВУЗ, не в один факультет, не в одно, наверное, отделение. Поэтому я бы вам хотел всем пожелать, чтобы вы поступили именно в то высшее учебное заведение, в которое вы сами стремитесь и хотите обучаться. У меня огромная просьба к вам. Вот вы все очень успешно закончили школу. Я хотел бы, мне было бы, нам всем было бы, да, взятым, наверное, было бы очень приятно, если бы мы, вы дали бы нам возможность каждый год участвовать от всех вас на вручение Кирашевской стипендии. Вот вы, наверное, знаете, многое из вас, что каждый год в августе месяце мы вручаем именную стипендию имени знаменитого нашего измеряка, основоположника английской литературы темпуста Кирашева, всем нашим отличникам. Они обучаются и в Майкопе, и в Ставрополе, Краснодар, Ростов, Москва. Вот география самая разная, что не может не радовать. И институты, университеты самые разные. Вот я считаю, что у вас есть огромный потенциал, чтобы именно состояться в жизни. Потому что сейчас, сейчас от вас требуется только одно. Хорошее образование, хорошая учеба, стать хорошими специалистами, чтобы вы состоялись в жизни как специалисты. И что не менее важно, важно, вы должны стать достойными людьми нашего общества. Потому что мало быть хорошим специалистом. Образование плюс воспитание и целеустремленность. У нас три составляющих, при которых я уверен, что вы состоите. Ваши мечты, естественно, все сбудутся. Поэтому хочу вам всем пожелать в жизни. Первое – это, естественно, здоровье. Успехов в учебе вам, вашим родителям. Не забывайте педагогов, которые вложили вас в душу. Успехов вам в жизни, здоровья, счастья, благополучия. Дальнейших успехов в учебе ребятам пожелал и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Души рады быть сегодня на этом мероприятии. Поздравить вас с успешным завершением, с получением хороших баллов. Действительно, на сегодняшний момент в современном мире, в современном обществе знания играют в мужестве огромнейшую роль, первоначальную роль. Эти знания, полученные в школе, я надеюсь, на которые потом лягут, знания, полученные в высших учебных заведениях, несомненно, вам откроют все дороги в жизни, которые вы будете выбирать и определять в свой судьбу. Уважаемые ребята, что вы приложили максимум усилий на данном этапе. Не останавливайтесь на этом. Впереди у вас учеба в высших учебных заведениях. Мы будем рады, как Заворский Медицин сказал, видеть вас на Керашевских предприятиях. Будем рады знать о вашей судьбе, как вы дальше распорядитесь. Ведь вами открыты все дороги. Я уверен, что вы получите хорошие знания, хорошие оценки, участие в высших учебных заведениях. В дальнейшем выберите свою профессию и будете в жизни настоящими людьми с большой буквы. И потому что все это захладывает школа, подкрепляет учебные заведения родителей, которые вас вели до этого дня и дальше в жизни поведут. Удачи вам, здоровья вам, вашим родным, близким. Чтобы все переживания за вас были лучшими переживаниями. Чтобы у вас все в жизни получалось. Успехов вам в жизненном пути. Дерзайтесь, стремитесь. Все у вас в жизни. Вы молоды. Самое главное, вы молоды. Далее слово для поздравления было предоставлено начальнику управления образования Асиат Берзеговой. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, я тоже присоединяюсь с огромным удовольствием. В честь в моем самых успешных выпускников школы района 2022 года. Вы являетесь сегодня успешными выпускниками. Я уверена, вы также успешно завершите высшее образование. И не забывайте, ребята, что вы являетесь воплощением надежд старшего поколения. Я уверена, кем бы вы ни стали, вы успешно, также с высоко поднятой головой пронесете звание этого лучшего выпускника через всю свою жизнь и звание жителей Ашкарского района. Но очень хотелось, ребята, чтобы вы стали успешными специалистами и вернулись в родной район, где вы создадите свои семьи. У вас родятся дети, где они будут воспитываться. Пусть каждый из вас найдет свое место, достойное у нас в районе. Успехов вам, процветания и с честью несите звание успешного выпускника Ашкарского района. С ответным словом выступил выпускник среднеобщеобразовательной школы номер 10 Андрей Кондратьев. Хотел бы сказать, уважаемый зовут Ашкар Девич, от выпускников 2022 года и от себя лично хочу поблагодарить вас за поздравления и на пусты в наш адрес за внимание, которое вы нам уделяете. Сегодня перед нами открыты двери вузов нашей огромной России. И совсем скоро мы начнем осваивать профессии нашей мечты. Пользуюсь моментом хочу поздравить наших замечательных, мудрых педагогов, благодаря которым мы можем заниматься сейчас, начать изучать любимое дело. И если потребуется, то мы вернемся на нашу малую родину и будем трудиться во благо ее процветания. Хочу заверить вас, что где бы мы ни обучались, то мы всегда будем помнить наш район и будем достойно вести звание выпускника Ашкарского района. И хотел бы поблагодарить вас, желаю вам и всем присутствующим педагогам, выпускникам и родителям крепкого здоровья, творческих успехов и реализации поставленных целей. За успехи в образовании из рук главы района почетные грамоты и памятные подарки получили Собина Тауова, Лаура Шорова, Ксения Касьянова, Динара Кунижева, Самира Зихохова, Андрей Кондратьев, Азамат Хиштов, Айте Чбевов, Джанета Чужева, Самира Тхаркахова, Сальби Итулов, Милана Жакова, Белла Зихохова, Сатанай Каракаева, Азида Киржинова, Белла Брантова, Дарина Балокова, Мадина Дебагова, Дарина Химишева и Самира Хаткова. Среди награжденных – выпускница Бличепсинской школы Самира Зихохова. Скромная, талантливая, да и просто красавица. Самира оправдала надежды своих учителей и родителей. Она является обладателем медали за особые успехи в обучении. По словам выпускницы, чтобы добиться высоких результатов на едином государственном экзамене, важна поддержка родителей и хорошая мотивация. Как удалось достичь таких результатов? Думаю, что ежедневная практика – это и есть залог хороших результатов, поэтому важно решать много заданий в формате ЕГЭ, и это действительно поможет на самом экзамене. Подготовка к ОГЭ в девятом классе стала базой для меня в подготовке к экзаменам в одиннадцатом классе, а в десятом классе я начала решать уже задания ЕГЭ. Ты считаешь, что ЕГЭ – это трудное испытание? Я считаю, что ЕГЭ – это трудное испытание, но оно под силу каждому, и каждый может сдать его с хорошим результатом. Какое направление ты выбрала ЕГЭ? Я выбрала направление лингвистики, я хочу связать свою жизнь с изучением иностранных языков, и в будущем я хочу освоить несколько ведущих языков мира. Поздравляем наших отличников, желаем дальнейших успехов и мирного неба над головой! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!